Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный закусочный пирог. Пирог будет сырный. Это очень вкусное песочное тесто. Я готовлю его часто у себя дома. Показывала его как-то на своем канале, но сегодня именно закусочный пирог. Закусочные пироги идут просто в течение всего дня. Их тягают все как основное блюдо. Почему нет? Как перекусы в школу или на работу. Еще очень классно такие закусочные пироги подавать на праздничный стол. Я очень люблю такие штуки. В общем, сегодня вкуснейший сырный пирог с грибами. Приступаем к готовке. Для закусочного пирога мне понадобится плавленый сыр по типу дружба. Можно взять с разными вкусами. У меня классический. Сметана, сливочное масло можно, конечно, готовить на маргарине. Я буду добавлять в основу яйца. Яйца я уже отварила, 4 штуки. Отварить их нужно заранее. Итак, начинаем сбор теста. Муку. Можно просеивать, можно не просеивать. Отправляем в чашу, где будем все замешивать. Сюда же я отправляю сливочное масло. Можно сливочное масло использовать, можно маргарин. Что у вас есть. То или другое подойдет. Еще сюда же добавляется сметана. И так все вместе замешивается в однородное тесто. Сюда сразу мы добавим, смотрите, что я добавляю, соль, разрыхлитель и специи. Это сушеный укроп, итальянские травы и перчик. Значит, все приблизительно по чайной ложке. Единственный момент, перец по вкусу. Ну, я вот так посолю чуть-чуть. Так. И добавлю... Ой, чтобы перчика много не добавлять. Вот так. Все. А теперь все это перемешиваем просто ложкой. Все перемешиваем до однородности. На моем канале просто масса закусочных пирогов. Вы знаете, я их люблю. Это вкусное, такое песочное тесто с разными вкусными начинками. Больше всего мне нравится луковый пирог. Этот пирог такой, знаете, по старинке, как готовила бабушка. Но вот этот сырный вариант тоже очень вкусный. И я его люблю. Поэтому приготовьте и такой вариант без лука тоже. Особенно, если вы не фанат лука. Готовьте сырный вариант этого пирога. Когда ложкой вы вот так все замешали, и уже ложкой мешать тяжело, я деваю перчатки. Можно без перчаток, но не хочу слишком вымывать руки. И все это вот так вот формирую в один кусочек теста. Значит, смотрите. Все, конечно, будет зависеть от вашей муки. Но тесто должно получиться очень мягкое. Если ваше, ну, знаете, как тесто, чуть-чуть тверже моего, потому что мое прямо вот так вот липнет к рукам. Если ваше чуть-чуть тверже моего, оставляйте как есть. А можно добавить еще пару ложек сметаны. Яйцо в такое тесто я не добавляю. Яйцо будет делать тесто более твердым, а сметана более крохким. И в таких пирогах вкусно со сметаной. И вымешивать слишком не нужно. Нужно просто вот так вот собрать его до кубки. Так, смотрите. Вот так. Тесто может немного липнуть к рукам. Это нормально. Заверните в пищевую пленку. И пусть просто постоит минут 10-15, пока мы будем подготавливать всю начинку. Изюминкой этого блюда являются грибы. Я взяла где-то 100 грамм грибов и нарезала. Можно взять больше грибов. Если вы хотите, тогда у вас будет не сырный, а грибной пирог. Так, грибочки отправляем на сковородку и просто обжариваем солью. Пока жарятся мои грибы, я натру яйца. Берете вот такую крупную терку и 4 яйца. Просто натираете на терке. Сыр нужно порезать вот такими кусочками. Он у меня не слишком твердый. Он мягкий. Он такой действительно плавленый сырок. Поэтому я режу его вот такими вот кубиками. Видите, вот так вот, вот такими небольшими. И отправляю сюда вместе к начинке. Теперь обжаренные грибы добавляем сюда в сыр и яйца. Только проследите, чтобы много растительного масла в грибах не было. Обязательно немного соли. И кроме соли ничего сюда добавлять не буду, потому что все специи я кинула в тесто. Этого достаточно. Посолите по вкусу и помешайте. Я не добавляла слишком много грибов, потому что это у меня сырный пирог. Акцент на сыр. Но можно больше. Тогда акцент будет на грибы, предположим. Или мясо, или рыбку. Так, все это готово. Перемешали. И теперь приступаем к формовке самого пирога. Ну, все это очень вкусно, я вам скажу. Я беру формочку диаметром 26 сантиметров. Можно взять 28. Тогда пирог будет просто ниже. Формочку обязательно смазываем растительным маслом. Значит, можно взять любую форму. Слушайте, любую, даже разъемную. Только тогда в нее нужен пергамент. Итак, тесто делим на две равные части. Можно на одну часть чуть-чуть больше, на вторую чуть-чуть меньше. Это тесто будет сверху. Тесто распределяем по всей форме. И делая бока, чтобы тесто не липло к рукам, можно тесто в растительное масло. Вот так. Чуть-чуть смазать руки, ну, которым смазывали форму. Тогда легко будет его растягивать. У меня тесто слегка липло к рукам. Это нормально. Если у вас совсем не будет липнуть, тоже ок. Но чем тесто нежнее получается, тем, конечно, такой пирог рассыпчатый мне нравится. Тут зависит от муки, ничего не поделать. Или меньше добавлять просто муки. Вот так, чтобы были бортики. Смотрите. Сюда высыпаем всю начинку, которую мы подготовили. Вот этой, что я дала начинке, четко хватает на пирог. 26 сантиметров он получается такой плотненький. Если будете готовить 28, у вас форма, тогда он будет низковатый. Если форму возьмете ниже, вовремя ниже, меньше, тогда знаете, что просто делаете? Тогда формочка должна быть просто выше. Вдруг вы берете, например, разъемную форму или дека какое-то такое квадратное или прямоугольное, и оно у вас с высокими бортиками, там сантиметра по 4, предположим. Но оно не такое большое, как мое. Тоже подойдет. Просто пирог будет чуть-чуть дольше выпекаться. Начинки же надо пропечься, прогреться хорошо. Будете просто чуть дольше готовить на меньшей температуре. Все, что есть под рукой дома, все подходит. Даже, кстати, в сковородке без ручек можно в духовку отправлять. Подготовленный пирог отставляем в сторону. И что делаем? Присыпаем стол мукой. Обязательно. Сейчас мы будем раскатывать тесто, которое у нас осталось. Сюда отправляем еще тесто. Если вы оставили чуть-чуть меньшую часть, она тоже раскатается в очень хороший пласт и можно будет накрыть. Я присыпаю и сверху, и снизу мукой. Количество муки регулируйте сами по вашему тесту. Вдруг ваше тесто, оно не липнет к рукам вообще, вам муки меньше понадобится. Просто раскатываем вот так, чтобы у меня получилась формочка. форма как раз формы, которую мне надо накрыть. Плюс-минус. Как я проверяю? Смотрите. Ставим, и бортики должны выходить. Видите? Тесто чуть-чуть больше, чем сама форма. Значит, это подходит. Теперь что делаем? Как бы так вам показать? Я делаю так. Приподнимаем тесто вот так вот на руку. Смотрите, видите? Вот так вот пластом. Подвигаем форму и вот так вот перекладываем. Вот и все премудрости. Теперь что делать дальше? Дальше тесто вот так вот придавливаем к начинке. Чтобы не было пустоты, потому что оно и так будет приподниматься. Причем съеживаем его руками, как будто к центру. Вот так. Смотрите, видите? Чтобы края теста максимально легли сверху. И видите, края приподнимаются. Так, о, максимально края подняли. Берем вилку и вилкой вот так вот придавливаем края. Есть разные формочки, но я вот так вот делаю, чтобы был красивый край. Сейчас покажу, что делать с остатками. Как в мультике, знаете, пробила снежку. Помните, где она готовила пирог, напевала песню, прилетела птички. Прилетели птички, и так вот вдвоем по кругу садились, и был красивый край пирога. Так, теперь по самому краю, вот так вот ручкой. Смотрите. Видите? Остается форма. Вот этот край теста, он как бы не нужен. Отправляем в разогретую духовку 180 градусов приблизительно 25 минут, и все готово. За 5 минут до готовности смажьте яйцом, не забудьте. Итак, пирог полностью остыл. Давайте разрежем, посмотрим, какой он получился. Пирог можно достать из формы, а можно подать в форме. У меня сегодня такая красивая стеклянная форма. Как хотите. Так, давайте разрежем, посмотрим, чего у нас вышло внутри. Пирог отстоялся, он будет очень хорошо резаться. Такие пироги, как закусочные, их хорошо готовить заранее, они отстаиваются, и тогда на праздничный стол очень вкусные. Вот так пирог выглядит внутри. Тесто здесь потрясающее. Я люблю этот рецепт теста. С грибами будет очень вкусно, я уверена. Давайте пробовать, описывать, что же у нас получилось. Скоринка, конечно, такая золотистая. Класс. Так, давайте пробовать, что же у нас вышло. Так. Слушайте, тесто, я просто очень люблю это тесто. Оно такое вкусное, ну нереально вкусное. Готовьте на сливочном масле. Можно заменять на маргарин, но с маргарином не так вкусно. Ну, мне так кажется. Попробуйте, вам очень-очень понравится. Еще такое песочное тесто можно взять не просто из обычной муки, вы можете взять муку грубого помола, смешать несколько видов муки, тогда будет, ну, полезнее мука просто будет. Поэкспериментируйте. Еще добавьте, например, мясо или рыбу вместо грибов. Мясо или рыба должны быть уже немного приготовленными. Сырое в этот пирог не добавляйте. Если это мясо, то оно немного обработанное, хотя бы до полуготовности. Если это рыбка, то тоже не сырую, не добавляйте сырую. Она даст флаку, и тесто будет влажное. Значит, что хочу сказать. За счет того, что мы добавляли сюда яйца, кажется, что много сыра, по вкусу просто много сыра. Очень вкусно. Попробуйте. Я рекомендую. Это очень-очень бомбезно. Ставьте лайки, делитесь этим видео, обязательно приготовьте, и я жду ваши комменты. Вот такой сегодня был пирог. Еще на моем канале есть очень вкусный, по этому же принципу, луковый пирог. Я его просто обожаю. Он нереально вкусный. Кто не любит лук, а вы попробуйте. Да, там много лука, но он в том пироге, он как-то такой, ну, просто вот, как вот, вписался в нужное время, в нужном месте. Поэтому попробуйте тут луковый пирог. На моем канале много закусочных пирогов. Выберите что-то вкусное на праздничный стол, я думаю, что вам понравится. Все, спасибо, что вы сегодня были со мной. Обязательно приготовьте и напишите коммент. Целую, люблю, бывайте, пока!